Приветствую вас, друзья, на канале InvestCoin. Меня зовут Влад, и сегодня вы узнаете о том, как правильно проводить уровни поддержки и сопротивления. Причем не просто уровни, а именно точные уровни. Я думаю, мне не стоит объяснять, что такое уровни. Я думаю, вы так знаете, по сути, да, уровни это когда цена касается в одно и то же место много раз. Очень часто люди проводят уровни, скажем, областью, допустим, в этом месте область поддержки, да, там вот здесь область поддержки, область сопротивления, ну и так далее, да. То есть проводят области. Область, она, по сути, практически ничего не дает, потому что это область. Точки входа она точно не даст, да, вы можете понимать, что в этом месте где-то в этом месте цена развернется, но точки входа какого-то определенного сигнала это не даст. То есть уровень, в первую очередь, используется для того, чтобы прикрутить к нему точку входа и определить направление движения. То есть это самое важное. Вы обязательно должны уметь проводить уровни. Если вы не умеете проводить уровни, то нормальной торговли у вас не получится. Уровни это основа. Так, с чего бы я хотел начать? Значит, первое. Проводить уровни я лично провожу их на барах. Почему я провожу их на барах? Потому что на барах их проводить очень удобно, именно точечно. На свечах это не так удобно, то есть, допустим, если мы переключим на свечи, ну, здесь, ну, мне, честно, неудобно. Я раньше проводил уровни на свечах, они получались неточными. Это делаю на барах. Если вы привыкли торговать на свечах, вы можете использовать пары для того, чтобы провести уровень, а дальнейший свой анализ проводить на свечах. Можно делать так. Поэтому уровни здесь я буду проводить именно на барах. Также уровни проводятся и ищутся не справа налево, а слева направо. То есть вы смотрите на левую часть графика, если вы хотите найти какой-то уровень и провести его. Это очень важный момент. Далее. Есть несколько способов проведения уровня, то есть поиска и проведения уровня. Сейчас я попытаюсь объяснить это на теории и затем покажу на практике. Значит, первый способ. Я буду показывать это на барах. Вы можете трактовать это в свече. Допустим, у нас есть большой бар. Большой бар называют паранормальный бар. То есть этот бар, ну, допустим, вот, видим, да, огромный бар. У нас есть такой бар. High или low этого бара служит уровнем. Это в любом случае. Но этот уровень может себя отрабатывать, а может не отрабатывать. Тогда вы уже смотрите на правую часть графика, чтобы понять, работает этот уровень или нет. Это первое. Второе. Уровень проводится по излому тренда. Допустим, у нас идет восходящий тренд. Вот цена движется на повышение такими вот барами. Далее у нас идет бар. Вот он, допустим, закрывается. Вот он открылся. Вот он закрывается. И дальше с этого момента цена движется на понижение. То есть смена тренда. Получается так, что high этого бара будет служить уровнем. Далее, опять же, вы смотрите на историю. Будет отрабатывать этот уровень себя, либо не будет. Либо он там никак цена не будет на него реагировать. Второй способ. Значит треть. Ну и соответственно, нисходящий тренд тоже. То есть восходящий тренд, смена восходящего тренда и смена нисходящего. Дальше самое простое. Это когда у нас есть уровень и цена много раз него касается. То есть первый раз подошла, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Соответственно, чем больше цена касается уровня, тем больше вероятность пробоя. Это третий способ поиска и проведения уровня. Также есть еще один способ проведения уровня, это верхняя или нижняя граница отката. Что это значит? Допустим, у нас идет нисходящий тренд, далее цена идет на повышение, немножко, да, и после этого идет на понижение. Вот это место является верхняя граница отката. Также наоборот, идет восходящий тренд, цена идет на понижение, далее идет рост, это получается у нас нижняя граница отката. То есть это место может служить основой уровня, то есть от этого места можно провести уровень и дальше смотреть, как он себя отрабатывает. Сейчас покажу пример живой, это у нас график биткоина, где у нас здесь верхняя граница отката, вот мы видим, что цена в этом месте движется на понижение, далее идет у нас откат, и вот это место, точка верхняя, служит уровнем сопротивления, то есть по верхней границе отката. Как в этом случае можно провести уровень? Есть несколько способов, вообще в этом случае правильнее будет провести уровень именно вот так, почему? Потому что, во-первых, мы смотрим, что на истории именно в этом месте был разворот, во-вторых, мы видим, что здесь случается вот такая вот история, здесь у нас был как бы ложный пробой, а здесь подтверждение уровня, то есть в этом случае можно провести уровень именно так. Ну, можно, конечно же, провести и здесь, но мы видим, что цена до этого уровня не дошла, поэтому вначале вы можете провести, допустим, уровень по верхнему бару, вот этому зеленому, а если вы увидите вот такую вот картину, что цена отрабатывает ниже, либо здесь вот была реакция, то можно провести уровень здесь, то есть проведение уровня относительно ложного пробоя. Также хочу показать несколько примеров, как я проводил уровни, то есть это скриншот с реальной сделки, значит, здесь мы видим уровень поддержки 0.7550, как я его проводил, я проводил его по лоу параномального бара, то есть видим основу уровня, это то место, где сформировался уровень, затем видим, что цена снова подошла к этому уровню и ударилась в него два раза, каким образом я провел здесь уровень. Еще один пример, это тоже скриншот с реальной сделки, значит, видим уровень поддержки 12.70, этот уровень был сформирован в этом месте, это у нас верхняя граница отката, видим нисходящий тренд, дальше цена откатывается, с этого места идет на понижение, ну и это, соответственно, верхняя граница отката, дальше этот уровень подтверждал себя в этом месте, в этом, ну и здесь много раз касался об этот уровень, то есть цена стоит в стадии накопления, соответственно, здесь я торговал пробой уровня, видим, что этот уровень четко себя отрабатывал. но также достаточно круговое число, то есть 12,70, там не 12,73, не 12,71, а именно 12,70. То есть обращайте еще внимание на круговые числа. Ну и последний пример покажу. Видим здесь тоже уровень 0,88,44. Здесь, конечно, не совсем круговое число, но все же здесь есть достаточно сильный уровень. Сформирован он был в этом месте, я решил проводить его именно отсюда. Затем видим, что он подтверждал себя 1, 2, 3, 4, 5. В 5 местах себя уровень хорошо отрабатывал, даже больше. Это просто указал 5 мест. Вообще этот уровень четко себя отрабатывает. И также этот уровень считается еще зеркальным. Также еще хочу сказать немножко о зеркальных уровнях. Возможно, кто-то не знает, что такое зеркальный уровень. Объясню в двух словах. Значит, то есть у нас есть уровень поддержки, сопротивления, неважно. Допустим, цена идет к нему, пусть это будет уровень сопротивления, цена идет и пробивает этот уровень. Идет на повышение, затем возвращается и ударяется в него там несколько раз. То есть это считается зеркальный уровень, когда цена его пробивает, И уже этот уровень сопротивления становится уровнем поддержки Такие уровни считаются сильными Что ж, на этом все Надеюсь, это видео было для вас полезным Если это так, поставьте лайк Подпишитесь на канал Вам я желаю всего самого хорошего Удачи и пока